Прилично выглядит. Красиво самому. Ты не меня снимай! Конди снимай просто. Я это снимаю. Видишь, у него лежит... Клёшку конди. Всё, пошёл. Отработает. Вообще, Тестер, подойди. Отдельно. Ну вот, у меня прям они как тапочки. Но они тяжёлые по сравнению с другими моделями. Говорят, что они делают другие. Вот именно вот эти true, они тяжёлые. Но они очень удобные по ноге. Я прям одел, сразу мне удобно. Да, а я в прошлом сезоне катался с СССР. Они легче. Почему я срываю, например? Говорят, ты не можешь на таком... Не на залитом льду кататься? Может, профессиональный клуб. Ну а что по снегу кататься-то? Я ебал там снега. Ну как, они копали. Ну что это коньки? Я не понял. Мне кажется, что они сильно скользкие. Когда поворачиваешь, то они нормально. Тормозишь, нормально. А вот так, как будто бы едешь, они как будто бы неточённые. Я это уже никак же делал. Нельзя такой... А в чём? Коньки новые сегодня, Викторович, поэтому это надо. А, чё, у меня все вново как-как? Лицом переворачиваешься, ну, торможение, лицом возвращаешься. Нельзя спинать, торможение, и вот всё. Подряд. В серии. Таких четыре. Передача, бросок, обязательно тормоз после броска. И ускорение за синим. Понятно, да? Всё, поехали. Я могу играть везде. Защитку, с краю, сбоку. В пути, кроме врат-оборот. Всё. Всё. День рождения. Спасибо. Да, зашёл в столовую, говорю, с днём рождения. Он мне говорит, с днём рождения. Чуть-чуть так, время, так скажем, быстро пролетело. Вроде вчера 18 было. Так, хорошее впечатление. Да, у меня ещё есть с седьмого по детской школе, там парень был с седьмого года, у него тоже сегодня день рождения. Мы тоже всегда поздравляли друг друга. И, знаешь, так получалось. У меня было время, когда я пять или шесть лет подряд просто в день рождения где-то в поездках. Дома, короче, не был. Всё время игры, поездки. Так что, в принципе, вот что и запоминающееся. Постоянно в игре в сегодня режиме. Сюда, сюда. Молочка, акип не было. Здорово, здорово, Ярик. Сегодня довольно таки так, интенсивно. Побыстрее потренироваться, полно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо отработали сегодня. Отработали моменты 5 на 5, подкаты, давление отработали. Уже после тренировки с Мишей Фисенко отработали приём на неудобную руку. Тоже такой важный элемент. Просто на неудобную... Неудобно принимать, она так и называется. Не так удобно, так скажем, как на удобную руку. Вот. И, в принципе, можно отработать этот элемент. И будет без разницы, удобно, неудобно. А потом уже неудобно тебе, неудобно супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Узнал вчера. Мы недавно играли матч с молодёжкой, выиграли. И после этого на следующий день мне сказали, что, возможно, буду играть за Металлург, так как у Данила Юров, ему попала шайба в лицо. И, видимо, вместо него меня пригласили. Ну и всё, как бы я обрадовался. Да, конечно, заслужить шанс неплохо. Но осталось выйти и сыграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В целом мы должны лучше играть. И готовимся к тому, что будем добавлять в каждой игре. Нам надо делать намного больше, чем мы делали до этого, чтобы и Адмирал побеждать, и, в принципе, таблица такая плотная, чтобы быть как можно выше. Давай, 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 давай. Кто этот парень? Ну, всегда радостно вернуться. И понятно, что долго не играл, где-то потерял игровой ритм. Старался набрать всё. Эмоции, конечно, зашкаливали. Настрой был запредельный. И старался, бился. Надеюсь, ЧМ смог помочь, помог. Но да, восстановление тяжело проходило. Сейчас так случилось. Это нормально. Первые смены, наверное, чуть где-то не уверен. Потом всё, набираешь, набираешь обороты. И всё равно надо ещё чуть сыграть, чтобы вернуть оптимальную форму. Кэп сказал, снимай шлем, поедешь сейчас, кружочек сделаешь. Но я видел, много сверстников у нас уже выходило, так делали круг. Но мне сказали, сделай три. Я попросил ещё шайбочку, чтобы так выйти, бросить хотя бы. И всё. Ну, приятно, приятно. Но всё равно так смазанное впечатление, что команда проиграла. Я почувствовал этот взрослый уровень. Жалко, что команда проиграла. Правда, была тяжёлая игра. Выйти не удалось, но всё равно. Посидел, посмотрел, каково это. Ребятки, его закрывать надо, да? Закрывать его надо! У нас были собрания персональные, последние игры. Это отрезок, который мы не так удачно играем. Поэтому по итогам этих собраний мы на моменте убрали тех игроков, которых сейчас так не сильно идёт, скажем так. Если мы забивали, как в прошлом году, тогда проблем было намного меньше. Да, но не забиваем пока. Против нас, во-первых, играют по-другому. Нас всё время встречают. В прошлом году частые контратаки у нас были, мы убегали. А сейчас всё время немножко нас изучили, и все команды как минимум три наверху. А то и четыре сразу нас встречают. Поэтому так пробиться нам нелегко. А здесь самонаводящийся пас Голдобина на Карпова. Подставлена клюшка, и настолько всё легко и просто, что Карпов даже не извергается радостными эмоциями. Он просто сделал свою работу, и он просто подытожил усилия партнёров. Немножко тут, наверное, общая такая уверенность, может, немножко пропала, поэтому не идёт. Надо переломать ситуацию. Ситуация сложная. Нужны мужики. Червеный по центр, и похищает Эдди Пасквали! Похищает гол! О, вывели-то на бросок уже по пустым! Ну как по пустым? Там ловушка, а значит, весь Эдди Пасквали целиком. И вот эти джентльмены в тёмно-синим, которые обступили своего вратаря в окончании этого эпизода, могли просто свои клюшки на лёд положить и поаплодировать своему партнёру! Выход один на один! Ииии... Пасквали! Пасвали снова крадёт! Продолжение следует...